Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня очень важная тема, как получить, вырастить рассаду огурцов, чтобы она была вот такая вот зеленая, здоровая, с такими, с хорошими, красивыми листиками. Это я вот вам показываю зазулю, которого я для получения супер раннего урожая посеяла. И позавчера я сказала, что сейчас уже пора выращивать рассаду именно не в маленьком количестве, а для теплицы. Какие сорта я для себя выбрала, я в следующем видео расскажу, а сейчас я буду, расскажу вам самое главное. Как, с чего начать, как вырастить эту самую рассаду, чтобы урожай был пораньше, даже в теплице посеять не в открытый грунт, а именно вот такими вот, ну уже растеницами, с четырьмя, с пятью листиками. Ну начну с того, что я живу в сибирском регионе, Алтайский край, и я всю жизнь выращиваю огурцы через рассаду. То есть, даже когда не было теплиц, для того, чтобы посадить огурец в открытый грунт, я всегда выращивала рассаду. Это было у меня и в 25 лет, и в 30, и в 40, и в 50. Никогда не сею посевом в открытый грунт. Почему? Ну опять же, потому что у нас очень поздно наступает вот тот теплый период, который для огурца приемлем для его роста, и пока мы дожидаемся, это можно только после 10, после 15 июня в открытый грунт, например, когда не было теплиц. Представьте, если я посею семечко 15 июня, когда мы дождемся первых плодов? Ну самое раннее, это 50-60 дней. Это очень долго ждать. Конечно, когда появилась теплица, можно было высаживать, сеять в теплицу, прямо в открытый грунт, но опять хочется же пораньше. То есть, сейчас, в середине апреля, все, у кого есть теплица, могут вырастить рассаду и ускорить получение урожая на один месяц. С чего мы начинаем? Начинаем мы с того, что мы знакомимся с характеристиками огурца. Что это за овощ? Так ли просто его вырастить? Сейчас вот уже идут первые комментарии, вроде у кого-то не всходит, у кого-то взошел, но умирает. Я сейчас начну все сначала, и вы должны знать, перед тем, как посеять, вот и начать выращивать вот эту рассаду, вы должны знать, что огурец, он более теплолюбив, чем томат. То есть, для прорастания семян, ему нужно уже, не как у томата при 15-16, можно прорастить, ему нужно 23-25 градусов, и вы должны создать ему эту температуру, чтобы он благополучно пророс, можно даже 30 градусов. Сейчас очень хорошие уже такие температуры в теплицах. Я вот сейчас замочила, закрою полиэтиленовой пленочкой и выставлю в теплицу. Главное следить, чтобы они не подсыхали. Ну, я потом все по порядку расскажу. Дальше, он более влаголюбив. То есть, он не только теплолюбив, но и влаголюбив. Ему нужна температура высокая, но нужно, чтобы всегда был вот этот вот земляной ком увлажненный. Если про томаты я говорила, что мы их поливаем очень редко, то для до полного подсыхания вот этого земляного кома огурец у вас не будет ждать до полного подсыхания земляного кома. У него сразу ухудшается качество рассады. То есть, вы должны постоянно следить, чтобы земля у него была влажная. Но его опять же нельзя переливать. У него более нежная корневая система, чем у томатов. Если томаты, я всегда говорила, можно пикировать много раз. Можно прищипывать корни. Чем больше мы прищипываем корни и пересаживаем, тем больше мы стимулируем корневую систему томатов. Нет, с огурцом эти фокусы не пройдут. Пересадка ему вообще противопоказана, поэтому его я никогда не сею в лоточек, сею только в стаканчик, чтобы была потом щадящая перевалка туда на постоянное место. Никаких пикировок, никаких пересадок он очень болезненно переносит. Можно, конечно, пересадить, но это будет огромный стресс. Это будет затормозиться на неделю, на две. Дальше. Огурец у нас более прожорлив, чем томат. То есть, если про томаты мы говорим всегда, и вы читаете, что не надо их азотом кормить, у них возможно жирование, то у огурцов жирование это то, что ему нужно. Вы, наверное, слышали, что и навозом их подкармливают, и делают тёплые грядки вот прямо из такого свежего навоза, туда добавляют немножко сверху земли. Вот он любит всё это жирненькое такое, азотосодержащее. И даже наоборот, если мы не будем давать ему азот, у него листья моментально бледнеют, у него сразу меньше завязывается плодов, а плоды, которые, возможно, завязываются, которые самые опыляющие, которые априори завязываются, без всяких вмешательств. Они просто желтеют, отсыхают и падают. И многие спрашивают, вот почему огурчики образовываются маленькие, молодые, но отваливаются, но отваливаются. Это значит, ему не хватает питания. Он любит, что пожирнее. И поэтому везде на многих пачках написано, что грунт нужно готовить, там две части перегноя, одну часть земли, и немножко добавить песка, но для этого, для водонепроницаемости, чтобы не застаивалась вода. Я еще раз повторю, делаю это на навозных грядках, и все это. Запомните, если, ну это как говорится, что томату смерть, то огурцу само то. Он любит пожирнее. И подкормки он любит. И теперь про это, про листики. Если про томат, я всегда постоянно говорю, лучше его не трогать, не опрыскивать. Он любит сухую, ну как в теплице, он любит, чтобы было сухо, чтобы у него голова была в сухости, чтобы все это проветривалось. Огурец у нас антипод томату, можно так даже сказать. Он любит вот эти все опрыскивания, орошения по листу. Он любит более высокую влажность, он не хочет, чтобы было проветривание. Исходя из всего... А, ну еще он более капризен. Если томаты, я всегда говорю, что 10 градусов для них нормально, я вот в теплице храню при 10 градусах, и высаживаю в тоннели, он даже легкие заморозки переживает, в таких же условиях огурец у нас обязательно погибнет. То есть его нельзя высаживать на улицу, его не надо оставлять в тех помещениях, где температура меньше 15 градусов. Вот это все я про него... Это все его характер, вот эти такие свойства его характера, то есть характеристики. Зная все это, начинаем выращивать рассаду. Если вы будете все вот это знать и выполнять то, что он любит, условия создавать ему, то рассада всегда будет здоровой и крепкой. Начинаем. Вот взяла я эти, ну семена. Сразу говорю про сорта в следующем видео. Взяла семена, начинаю замачивать. Замачиваю обычно в самом простом, вот, эпинстимулятор, антистрессовый адаптер, все-все-все. И он также применяется у нас для замачивания семян. Многие спрашивают, как делать дозировку. Тут есть капли, вот тут 2 капли на 100 грамм воды для семян. Я делаю проще. Беру всю капсулу, на 2 литра развожу. Это вот как раз вот то, что или 1 мл на 1 литр, или 0,0... 0,025 где-то там на 100 литров. Это все одно и то же. Беру капсулу на 2 литра воды. Это у нас и для замачивания семян, и для опрыскивания. Многие говорят, а куда девать, его уже нельзя хранить. Но если вы не знаете, куда девать эпин, это странно, конечно, но я вам сейчас скажу. Вот, пожалуйста, рассада. Снятие стресса, и при температурном стрессе, ускорение ростовых процессов, и все, увеличение ранней общей урожайности, то есть опрыскивание в фазу 2-3 настоящих листьев. То есть вот это безобидный эпин, который является самым-самым таким, ну распространенным, самым простейшим стимулятором роста, регулятором роста. Вот эту оставшуюся жидкость просто берете, и когда нет солнца, конечно, не на солнце, а вот в такую или в пасмурную погоду, или ближе к вечеру, делаете опрыскивание всей рассаде, какая у вас есть. Все. И остатки у вас примените вы с пользой, и растением сделаете как приятное. Все, замочила я в этом эпине. Вот. Это будет и влага для проращивания, и стимуляция. Там написано в инструкции, что замачивать на 2-4 часа, 2-4 часа. Я оставляю до самого прорастания. Потом я беру просто вот такой вот обыкновенный, ну я беру садовый, вот такой поддон, который у меня под лотков, подойдет любой кулинарный поддон, любой противень. Все вот эти сложите замоченные, обычно же несколько сортов. Закрываете пленкой, чтобы вода, ясно, не испарялась. И в таком режиме 1, 2, 3 дня вы выдерживаете. Первые сутки можете вообще не заглядывать, там хватит и воды, и он не проклюнется. На второй день я всегда подхожу, и вот эти вот шляпочки открываю и смотрю, не проросло ли. Так как у меня много сортов, я по 2-4 семечки всего укладываю. Я все проверю. И тут, конечно, тут нужно уже постараться, не пропустить. Как только появился росток, нужно высаживать сразу. Если он, этот росточек, пролежит там долго, вы потом при высадке, при посеве можете его или обломить, они очень нежные. И тут придется постараться. Если всего 2 проклюнулось из всех, высаживайте в этот день 2. На следующий день может еще 3 проклюнутся, высаживайте еще 3. Они как птенцы, вот понемножку они вылупляются, и вы должны тут же не пропустить этот момент, чтобы он не перерос. И постепенно, постепенно все их высадите. Все. Потом эти стаканчики, как я высаживаю, я уже показывала, стаканчики ставите в теплое место, закрываете, также полиэтиленовой пленкой, главное, чтобы грунт пересыхал. И не переувлажняйте. Как только появятся первые росточки, пленочку снимаете и сразу ставите на солнечное место. Вот моментально, чтобы они не вытянулись. Огурцы, они склонны к вытягиванию, даже если вы успеете поставить их на солнечное место, все равно они немножко вытянутся. Именно поэтому сначала 200-граммовый стаканчик, потом пересаживаю в 500-граммовый, вот так заглубляю. Стволы огурца тоже, так же, как томаты и как все прекрасно дают корни. Видите, вот здесь зачатки, вот они, воздушные вот такие попырышки, зачатки вот этих корешков. Когда мы заглубим вот так рассаду, она вот здесь даст корешки, корневая система усиливается, растение получаем более крепкое, более здоровое, чем то, которое мы посеем семечком в открытый грунт, потому что мы посеем семечком на глубину 2 сантиметра, заглублять больше нельзя, и потом его сложно будет подокучить или что, а вот этот вот мы будем высаживать, он уже будет с более развитой корневой системой. Именно вот такое выращивание в маленьком стаканчике, потом в большом, дает нам здоровую, крепкую рассаду, она будет к высадке в грунт не вытянутая. Ну и, конечно, можете, если захотите сделать какую-то подкормочку, ну а лучше всего сразу готовить грунт жирненький, такой с перегноем, чтобы огурцу нашему, обжорке, хватало питания, чтобы он был вот такой вот зелененький. Если будет светлеть, значит будете делать азот, содержащую подкормку или подкормку комплексом, но это будет потом. А сейчас первые шаги для того, чтобы вырастить здоровую, крепкую рассаду. Все замачиваем в стимуляторе, можно в простой воде. Как только проклевываются маленькие росточки, высаживаем в стаканчики с землей, земля должна быть жирная, следим, чтобы она не пересыхала, сильно не переувлажнять, выполняем все его требования, держим в тепле, чтобы температура была ни в коем случае не ниже 15, а лучше 20-25 и даже 30. По мере роста, если вы увидите, что он немножко не то, делаем перевалку в более большой стакан, если ему уже мало грунта, или делаем подкормку, и через месяц у вас будет здоровая, крепкая рассада, которая даст вам первый урожай. До свидания, с вами была Ольга Чернова, это как вырастить хорошую рассаду огурцов. Очень просто, занимаясь этим много лет, получаю ранний урожай, и хотя они капризные, если мы будем знать все их вот эти вот потребности, все их заморочки, то мы вырастим их без труда. Продолжение следует...